На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли дружески болтать с ангелом-хранителем и считать его своим другом? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что болтать вообще не следует. Разговор всегда должен происходить в нашей жизни с пользой для человека, для других людей. А болтать – это грех. Это так вот, знаете, на лавочке частенько бывает, что люди сидят, болтают и занимаются пересудами, а точнее даже осуждением. Что теперь касается непосредственно ангела-хранителя, разговора с ним? Ну, вот давайте вспомним, что у нас об этом говорит Священное Писание. В нем достаточно очень много примеров, когда человеку являлся ангел. Если мы возьмем Евангелие, то мы знаем, что ангел являлся Пресвятой Деве Богородицы Марии, Иосифу и ее мужу. Так вот, может ли ангел-хранитель явиться человеку и завести с ним разговор? Ну, сразу давайте вспомним, что ангел – это вестник Божий, это служебный дух, который выполняет волю Божию. И если уж он нам что-то говорит или внушает, будем так говорить, то это какая-то весть от Бога, она обязательно имеет смысл, и это, я бы сказал, крайне редкое явление. Оно, как правило, может быть в случае, когда надо спасать человека. Помните, опять-таки, если берем Евангелие, Иосифа, он ведь хотел выгнать свою жену, Деву Марию, но ангел ему явился и сказал, что этого делать нельзя. И объяснил, почему. Это была необходимая весть от Бога Иосифу. Так же, как и Деве Марии, что она родит сына, спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому, знаете, явиться-то нам ангел может, только будет ли это хранитель. Как правило, это бывает падший ангел. И опять-таки, в нашей святоотеческой истории мы знаем много таких описанных случаев. Приведу один из них. Когда ангел-хранитель явился в келью к одному подвижнику, который усиленно молился и достиг таких высот в молитве, что Божья благодать, Святой Дух пребывал в нем. И вот в один момент и явился ему ангел, святоносный ангел. От него свет исходил. Ну и дальше стал разговаривать с подвижником и говорить ему, что ты молодец, прекрасно молишься и так далее. Давай вместе молиться. Вот они начали вместе молиться. Святой поверил, что это ангел-хранитель. А потом этот ангел сказал, да ты вообще можешь теперь отдыхать, не молись, я буду за тебя. Но в результате человек отпал от Бога и глубоко пал в грехе. Это оказался не ангел-хранитель, а демон, принявший образ святоносного ангела. Кстати, надо помнить, что дельница, которая теперь дьявол, это был святоносный ангел. Теперь здесь хотел бы сказать, что надо быть очень осторожным. И вообще-то никакие явления, которые, казалось бы, носят божественный характер, нельзя на веру принимать. Нельзя им доверять, этому учат все святые отцы. Но о таких явлениях надо рассказывать. Самому, упаси Господи, их трактовать. И вот этот вопрос, ведь человек говорит о том, что он уже сразу понимает, как он думает, что это божественные сны от Бога. А ведь на самом деле не так. Он пишет, что ему явился и Серафим Саровский, и Паисий Святогорец, и перечисляет много. Даже апостол Пётр ему явился, но ничего не говорил, просто и стоял молча. Но возникает вопрос, а зачем тогда он явился, если он просто стоял? А вот чтобы привлечь внимание, чтобы человек начал думать и поверил, что это апостол Пётр, это обманка. И святые нам не являются, вот так вот раз и всё вдруг. И ангелы-хранители тоже. Для этого должны быть очень серьёзные основания, которые носят, и весь, который они принесут, носит исключительно спасительный характер для человека. Что касается слов в этом вопросе, что ангелы не понимают наших проблем, ну, это глубокое заблуждение. Во-первых, ангелы, как и ангел-хранитель, так и демон, находятся рядом с нами от нашего дня рождения. Демоны равны, конечно, и ангелы, ангелы больше знают, потому что они от Бога знания имеют. Но демоны знают о нас очень многое. Кстати, этим просто объясняется, почему там, скажем, ясновидящее так называемое может вам рассказать про вас, чем вы болеете, с кем вы когда встречались, какими грехами грешили. Вообще про вас расскажет всё, что вы даже забыли. Потому что всё пишется в книгу жизни, ничто никуда не исчезает, и демоны прекрасно всё знают. Между собой они запросто обмениваются информацией, причём мгновенно. Демон никогда вам не явится в своём образе демоническом. Он всегда примет либо вид святого, либо вид ангела Божьего. Более того, он может принять облик Иисуса Христа. Но это всё будет обман. Я и такие истории знаю из тех людей, которые ко мне обращались за помощью. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...